Сейчас я вам продемонстрирую удивительное явление, которое можно наблюдать в обычных песочных часах. Итак, перед нами стандартные песочные часы, приобретенные в аптечном магазине. Согласно технических данных, эти часы имеют время работы 10 минут плюс-минус 20 секунд. Рядом находятся другие такие же часы, отличающиеся тем, что на одну из колб намотана коническая спираль из медной проволоки. Спираль подключается к источнику электрического тока, который в настоящий момент выключен. Итак, начинаем эксперимент. Запускаем первые часы и одновременно включаем электронный секундомер для контроля времени. Вот время пошло, и мы видим, что песок равномерной струей под действием силы тяжести пересыпается из верхней колбы в нижнюю голубу. Запускаем вторые часы. Мы видим, что здесь также песок из верхней колбы пересыпается в нижнюю, под действием силы тяжести равномерной струей. Теперь подаем на коническую спираль электрический ток и одновременно запускаем второй электронный секундомер для контроля времени. И внимательно наблюдаем за тем, что будет происходить с этими часами. Итак, мы видим, что примерно на 35 секунде начинаются мощные пульсации песочной струи. Видно, что песок вылетает под большим давлением, так как пульсирующая струя расширяется, а песчинки разлетаются после соударения поверхности посыпавшегося песка. Под действием электрического тока произошел нагрев спирали и, соответственно, конической части колбы. Однако температура нагрева при этом невысокая, не более 100 градусов, так как можно спокойно взяться за пальцами за спираль, при этом не испытывая ожога. В первых же часах песок равномерной струей продолжает присыпаться. Теперь, если мы сравним количество песка в верхних колбах в этих часов, то увидим, что в часах со спиралью количество песка примерно в два раза меньше, чем в первых часах. То есть скорость присыпания песка в часах со спиралью примерно в два раза больше, чем в часах без спирали. Продолжение следует... 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 Вот мы видим, что количество песка стремительно сокращается. Пульсация продолжается. Вот последние секунды, все, весь песок пересыпался. Смотрим на время, 4 минуты 30 секунд. То есть весь песок из верхней колбы пересыпался в нижнюю колбу за 4 минуты 30 секунд вместо 10 минут, как это должно быть согласно техническим данным часов. В этих часах количество песка в верхней колбы еще довольно много, примерно половина. Ну и, соответственно, прошло с момента запуска часов, прошло 5 минут. Песка еще довольно много, я думаю, что через 10 минут он весь должен пересыпаться из верхней колбы в нижнюю колбу. Итак, мы с вами были свидетелями возникновения в системе, состоящей из песочных часов и электрической спирали с током, некой дополнительной силы, которая вызывает пульсацию песочной струи и увеличивает скорость просыпания песка более чем в 2 раза. Такое явление наблюдается и в других часах, отличающихся временем работы, а также формой песчинок и их составом. На данном этапе сложно придумать механизм возникновения этого явления. На песок действуют 4 фактора. Сила тяжести, сила трения, конвективная струя воздуха, возникающая в колбе в результате ее нагрева, а также магнитное поле, создаваемое соленоидом. Однако, учитывая то, что это поле очень слабое, а песок не магнитен, действием магнитного поля следует пренебречь. Остается предположить, что в данном случае мы имеем какую-то очень хитрую комбинацию из перечисленных факторов, которая приводит к возникновению каких-то эффектов, по-видимому, на основе гидродинамики и каких-то термических явлений в цепучих средах, что и приводит к возникновению пульсации песочной струи. А может быть мы с вами впервые наблюдали пульсацию пространства-времени в лабораторных условиях? А что скажете по этому поводу вы, уважаемые господа и товарищи физики? Где можно использовать это явление? Продолжение следует... Продолжение следует...